Труды армянских, так называемых историков, все больше напоминают художественную литературу. Зачастую в них мило соседствуют искаженные исторические факты с мечтами и порой неприличными желаниями автора. И если порой, научные исследования армянских горе-историков в наглости утверждений переходят все границы абсурда, то представьте себе, на что способна инженер-электрик, которая пишет о жизни и деятельности Александра Македонского. На днях в издательстве «Антарес» вышла в свет книга «Жизнь и деяния Александра Македонского». Автор – инженер-электрик, кандидат технических наук, бизнесвумен Рита Арутюнян. Книга адресована широкому кругу читателей, от школьников до пенсионеров. Вот этот армянский электрик, тоже решила заняться мифотворчеством и продвигать свой бред в массы. Как рассказала сама Рита Арутюнян, новоиспеченный электрик, фантаст, ее интерес к великому полководцу возник, еще в детстве. Во многом этому способствовал ее отец, доктор технических наук, профессор Владимир Арутюнян, который, как только она подросла, стал ненавязчиво знакомить ее с литературой, посвященной Александру Македонскому. Все, что издавалось об этой исторической личности, будоражащей умы человечества на протяжении уже более двух тысяч лет, попадало в домашнюю библиотеку Арутюнянов. Рита настолько была увлечена образом Александра Македонского, а еще больше своими армянскими корнями, что решила написать книгу, где армянские корни переплетаются с судьбой великого полководца. Но прежде чем выплеснуть свои фантазии в книге, она подготовила девять статей для армянской Википедии, которые сейчас уже активно живут в интернет-пространстве. Так что, если в интернете кто-то случайно наткнется на материал в Википедии о том, что Александр Македонский был по бабушке армянином, не удивляйтесь. Неистребимое желание приобщить армян к жизни Македонского привело Риту в национальную библиотеку, где она, как бы волею судьбы, наткнулась на исследования греческих и римских авторов, касаемо армянского следа в жизни полководца. По мнению новоиспеченного историка, а конкретнее, инженера-электрика Риты, в тот период Армения находилась под властью могущественной Персии, поэтому армянская конница входила в состав персидской армии, но как отдельная единица участвовала в сражениях с македонцами. Рита, как электрик, со всей компетентностью заявляет, что существуют источники, подтверждающие, что в двух самых главных сражениях того периода, Прииссе, Киликия и Гавгамела, армяне показали себя отважными воинами, хотя и потерпели поражение. Вернувшись на территорию Армении, один из военачальников объявил себя царем Малой Армении, Покрайк, а другой стал царем Большой Армении, Метцаек. Фактически Ахимениды ликвидировали независимую армянскую государственность, а Александр Македонский невольно способствовал ее восстановлению. До этого момента прослеживалась явная связь с современной Арменией. Такое ощущение, что Рита писала под Пашиняна, как говорят, на вырост. После смерти Македонского созданная им им империя рухнула. Его генералы поссорились, убили его детей и жен, возникла новая геополитическая реальность, образовались новые государства. Именно тогда, по ее мнению, и возникло царство Великая Армения. Далее самое ужасное, что могло бы случиться с человечеством. Когда книга уже дошла до армянского читателя, воспаленный мозг электрика Риты, подумывает о переводе ее на русский и английский языки. Попытки присвоения армянами, исторических памятников и культурных ценностей других народов, стали приобретать все больший размах. Воруют и присваивают армяне все, от истории до кулинарных рецептов. В исторических притязаниях армян, больше всего пугает диапазон претензий, от азербайджанского блюда долма до великого полководца Александра Македонского. Трудно сказать, кто будет следующей жертвой армянских электриков, а по совместительству и историков, поэтому исключительно в целях безопасности, всем нужно быть бдительней. Так как любой из нас, завтра может случайно проснуться армянином. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорь Н. Продолжение следует...